За Путиным уже носили чемоданчик из туалета, Путин уже умирал от того и от сего, хотя здоровье Путина иногда, по его внешнему виду казалось, оставляет желать лучшего. В Кремле существует несколько кланов сильных, которые так или иначе находятся в постоянном противоборстве, и все решения, которые принимаются, это результат возникшего момента равновесия между этими кланами. ФСБ стоит над всем, ФСБ решает, кто будет президентом, и ФСБ назначает нового президента. А поэтому стоит ли во главе во Кремле Путин, или Патрушев, или Нарышкин, или кто-то еще, не имеет никакого значения. Он никто и ничто. Он заурядный человек без свойств. Один вцепился двумя руками в стол, вжав голову в плечи, а другой сидел, как красная свекла, и читал трехсантиметровые буквы, но как-то оба, однако, остались живы. А может быть, он делал очередной курс инъекций для омоложения форм лица. Разговоры о том, что в России авторитарный режим, потому что Россия правит пацан из питерской шпаны, из лиговских подворотен, который набрался блатных привычек, это все совершеннейшая и наглая ложь. Разговоры о том, что это он курировал профессора Собчака, и поэтому Собчак его взял. Все это бред севые кобылы. И далее этот человек, который никогда не вылезал вперед, который всегда тихо разговаривал, который всегда вел себя скромно и вежливо, который всегда старательно выполнял все порученные ему дела. Он восходил выше и восходил, и восходил не потому, что он лез наверх, а потому, что его повышали начальники. Михаил Иосифович, приветствую вас. Добрый вечер, дорогая Даша. Очень рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей, не будучи уверен, что я сумею удовлетворить свое любопытство, разумеется. Михаил Иосифович, переходим к дворцовой конспирологии. Почему? Потому что одна журналистка сделала расследование, которое звучит следующим образом. Путин пропал из публичного поля на самый большой за три года срок. Владимир Путин не появлялся на публике более 13 дней. Это рекордный срок отсутствия президента России в публичном пространстве. И все это время Кремль выдавал консервы. Последний раз Путин появлялся на публичном мероприятии до своего появления 7 ноября, когда выступал на площадке клуба «Валдай». С тех пор на сайтах, в телеграм-каналах, в телефонных разговорах Кремль выдавал консервы. Это расследование сделала Фрида Рустамова, журналистка. Она провела подобное, все это проанализировала. А когда Путин появился, буквально несколько дней назад публично, когда он рассказал о том, какую ракету атаковала Украину в ответ на удары Storm Shadow Атакам, все мировое медиа, аналитики, британские таблоиды написали, что у Путина на этом видео, скорее всего, это искусственный интеллект. Почему? Потому что его руки приклеены. Каждый раз, когда он говорит, у него движется все тело, кроме рук. А руки статичны, и они даже ускорили и продемонстрировали это все, что это искусственный интеллект. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы считаете, почему Путин пропадает? Имеет ли тут отношение его здоровье и так далее? Может быть, он прячется от этих ракет? И означает ли это, что в этот период страной руководит некие башни Кремля, силовики Патрушев, Бортников, Шойгу и другие, возможно, олигархи, тот же Ковальчук? Вам слово. Я думаю, что по какой причине пропадал Путин, знать мы не можем, а пальцем мимо тыкали уже много раз. За Путиным уже носили чемоданчик из туалета. Путин уже умирал от того и от сего. Хотя здоровье Путина иногда, по его внешнему виду казалось, оставляет желать лучшего. То он сучил левой ногой, то двумя ногами. А уж его два года назад, полтора сколько, встреча историческая с Рамзаном Кадыровым, это была просто черная какая-то пародия. Один вцепился двумя руками в стол, вжав голову в плечи, а другой сидел, как красное свекло и читал трехсантиметровые буквы с трудом, с блокнота. Но как-то оба, однако, остались живы. Так что здесь, а может быть, он простудился и перестраховался. А может быть, он делал очередной курс инъекций для омоложения форм лица. А может быть, он на самом деле решил пересидеть недельку-другую в каком-нибудь убежище, в каком-нибудь чудесном урочище в Горном Алтае. Вот всё это может быть. Из этого ничего внятного не следует. Информация должна быть сколько-то конкретной. Должны быть хоть какие-то конкретные зацепки. Почему его иногда нету? А его всю жизнь иногда не было. По разным причинам. Может, ему всё надоедало. Может, врачи говорили, что нужно отдохнуть, чтобы нервы отдохнули. Может, я говорю, в ботокс вводили. Да хрен его знает. Это всё не имеет никакого значения. Даша, надо понимать главное. Разговоры о том, что в России авторитарный режим, потому что Россия правит пацан из питерской шпаны, из лиговских подворотен, который набрался блатных привычек. Это всё совершеннейшая и наглая ложь. Басков переулок никогда не относился к Лиговке, хотя номинально, да, и выше Невского проспекта куском проложен Лиговский. Реальная Лиговка – это от московского вокзала до обводного. Это первое. Второе. Лиговская шпана вместе со всей Ленинградской была ликвидирована до 1947 года. Перестреляли всю шпану по особому закону, по борьбе с преступностью и бандитизмом послевоенному. И больше шпаны не было никогда. Ни Лиговской, ни Апраксинской, ни Васинской – никакой. Всё это пустые совершенно бредни. Кроме того, то, что человек ходил в секцию, ходил, то, что его взяли через спорткафедру в университет, я знал мальчиков, девочек, которых брали в университет через спорткафедру. И на филфате у нас такие были. Из этого не следует, что они были какие-то дебилы. Они были совершенно нормальные ребята. Да, они бы могли срезаться на экзаменах. Благополучно проходили экзамены, это лотерея. Люди глупее их. То есть всё это совершеннейшая ерунда. И главное, что надо понимать о Путине. Вот начиная с самого 89-го, 90-го, 91-го года, с момента, когда Путина взяли из ректората, вот отдел, ректор по иностранцам, Путин работал по ним, по таким проекторам, по иностранцам, в мэрию Собчака. Если его туда взяли, значит, кто-то его туда поставил. Разговоры о том, что это он курировал профессора Собчака, и поэтому Собчак его взял, всё это бред сивой кобылы. Можно подумать, что у Ленинградского КГБ были короткие руки. Нормальные длины были руки. Доставали куда надо. И далее этот человек, который никогда не вылезал вперёд, который всегда тихо разговаривал, который всегда вёл себя скромно и вежливо, который всегда старательно выполнял все порученные ему дела. Он восходил выше и восходил, и восходил, не потому что он лез наверх, а потому что его повышали начальники, которые были рядом и которые были выше. И вот таким образом он всплыл до президентского поста, на который он не метил, от которого он дважды отказывался, когда ему предлагали это на смотринах. Он же ни первый, ни второй, ни третий, кого смотрели на пост президента. Это же были не выборы. Власть была уже узурпирована, условно говоря, под ельцинской кампанией. Никакой демократии уже не было. Я потому заговорил об этом, что Путин – это некая равнодействующая всех политических сил российского народа. Сам по себе он никто и ничто. Он заурядный человек без свойств, используя выражение классика. И вот этот средний, обычный, негромкий, аккуратный человек без свойств, я повторяю, есть равнодействующие политических воззрений, политических симпатий, политических представлений о том, как надо российского народа. А поэтому стоит ли во главе, во Кремле, Путин или Патрушев, или Нарышкин, или кто-то еще, не имеет никакого значения. Значение может иметь только одно. Если вот товарищ Сталин навел на всех такого страху, что товарищи по партии немножечко помогли ему умереть, а потом решили, что гайки надо ослаблять, потому что мы сами-то столько народа перестреляли, что мы твердо знаем, что если останется вот так, то тот из нас, кто овладеет властью, перестреляет всех остальных. Давайте-ка, ребята, отпустим гайки так, чтобы никто из нас не мог перестрелять нас остальных. Вот в чем заключались после Сталинской реформы на уровне власти. И вот только таким образом может что-то измениться в России после того, как Путин от власти уйдет. Таким образом или с таким образом, этого мы сейчас не знаем. Никакого инсайда у нас нет. Но только в том случае, если товарищи договорятся, что нам больше не надо таких халапут, мы хотим жить за границами, мы хотим, чтобы наши дети учились в Оксфордах и Кембриджах, мы хотим иметь замки в Ницце и в Нормандии и так далее, и так далее. Но тогда надо будет, значит, власть делать помягче, чтобы дружить со всеми. Ну, правда, в России есть еще народ, но уж на народ, конечно, плевать. На народ было реформатором плевать, а уж этим-то уродом нынешним тем более плевать. Если Гайдару с Чубайсом было плевать, то чего до остальных-то хотите? Вот, понимаете, какая история. Так что дело не в том, куда он пропал, а в том, что все это, к сожалению, объективный процесс Российской империи в ее нынешней форме. И здесь спасение может быть только одно – оставить без партнеров, что отлично понимает любой приличный политик. Любой. Хотя среди нынешних политиков есть идиоты, выдающиеся. Ну и, кроме того, большинство продажны, думаешься. То есть, я повторяю, Иран, Китай, Корея и так далее, чтобы ткнуться было некому. И чтобы санкции, если они вообще есть, имели, наносили бы нормальный характер, а не то, что Россия может продавать свое сырье немытьем-таккатанем и получать с этого деньги, а то, что Россия не может импортировать всякие хорошие вещи для верхних десяти тысяч, она все импортирует через третьи-четвертые лица и страны, а на остальных глубоко плевать, пускай жрут техническое пальмовое масло. Это вопрос давно решенный. И вот, понимаете, какая история. Так что смотреть надо на то, что каковы будут действия Трампа по изменению отношений со всеми ключевыми государствами, отношений с которыми вот зависит судьба России. Вот, понимаете ли, какая история. Игорь Иванович, чтобы завершить эту тему, вот дворцовые перевороты и другую конспирологию, когда вот я общалась, например, с Юрием Георгиевичем Фельдшинским, вот он считает, что ФСБ стоит над всем, ФСБ решает, кто будет президентом, и ФСБ назначает нового президента, и не имеет значения, будет это Путин или кто-то другой, имеет значение, что это решит ФСБ. Согласны ли вы с подобными заявлениями? Вы знаете, когда Фельдшинский писал книги о большевиках в первые десятилетия советской власти и перед революцией, на мой взгляд, книги были прекрасные. Все эти вожди в законе, пауки в банке и так далее. Когда в последние годы Фельдшинский стал комментировать происходящие политические события относительно Байдена, абсолютно, и относительно Трампа, то у меня возникли подозрения в одном из двух. Либо, разбираясь в истории, он абсолютно ничего не понимает в происходящем, либо он сидит на гранте и отрабатывает этот грант из двух одно. Поэтому, к сожалению, в последние несколько лет к словам Юрия Фельдшинского доверия у меня нет ни малейшего. Его суждения политические вот с момента выборов 2020 года не выдерживают ни малейшей критики. Что касается того, правит ли ФСБ. Да. У меня инсайда нет. И каков сейчас расклад сил, я не знаю. И каковы взаимоотношения Ковальчуков, Ротенбергов, Нарышкина, Патрушева, Путина самого и кого там еще. Я лично понятия не имею. Сколько весит сегодня Игорь Иванович Сечин и сколько весит кто еще? Я не знаю. Потому что, по идее, существует несколько кланов сильных, которые так или иначе находятся в постоянном противоборстве. И все решения, которые принимаются, это результат вот какого-то возникшего момента равновесия между этими кланами. Не думаю, чтобы правил кто-то один. Не думаю. И не имеет значения, будет это Путин или кто-то другой имеет значение, что это решит ФСБ. Согласны ли вы с подобными заявлениями? Вы знаете, когда Фельдшинский писал книги о большевиках в первые десятилетия советской власти и перед революцией, на мой взгляд, книги были прекрасные. Все эти вожди в законе, пауки, в банки и так далее. Когда в последние годы Фельдшинский стал комментировать происходящие политические события относительно Байдена и относительно Трампа, то у меня возникли подозрения в одном из двух. Либо, разбираясь в истории, он абсолютно ничего не понимает в происходящем, либо он сидит на гранте и отрабатывает этот грант из двух одно. Поэтому, к сожалению, в последние несколько лет к словам Юрия Фельдшинского доверия у меня нет ни малейшего. Его суждения политические, вот с момента выборов 20-го года, не выдерживают ни малейшей критики. Что касается того, правит ли ФСБ, у меня инсайда нет. И каков сейчас расклад сил, я не знаю. И каковы взаимоотношения Ковальчуков, Ротенбергов, Нарышкина, Патрушева, Путина самого и кого там еще, я лично понятия не имею. Сколько весит сегодня Игорь Иванович Сечин и сколько весит кто еще, я не знаю. Потому что, по идее, существует несколько кланов сильных, которые так или иначе находятся в постоянном противоборстве и все решения, которые принимаются, это результат вот какого-то возникшего момента равновесия между этими кланами. Не думаю, чтобы правил кто-то один. Не думаю. Трамп в ближайшее время проведет переговоры с Путиным по Украине. Все это произойдет после того, как Байден разрешил бить атакам с Storm Shadow по России, когда Путин изменил ядерную доктрину и когда он ударил ракетой по Украине. Сейчас огромное количество информации о том, что Путин готовится к новым ударам, о том, что Путин готовится не только к удару по Украине, но и по Европе. Он об этом заявляет. И в любом случае даже правительственный квартал не работал этими днями, потому что были информации о угрозе от России, что она будет атаковать. Американские посольства, британские и другие посольства закрывались на определенное время, потому что они боялись удара. Что будет после инаугурации Дональда Трампа? Когда будет встреча Путина и Трампа? И закончится ли война России против Украины в следующем 25-м году? Как об этом говорит президент Еленский? Как вы видите ситуацию в геополитике в целом и, конечно же, в связи с последними событиями удары по России, ну и ответные удары по Украине? Итак, давайте попробуем поехать по порядку. Первое. Нет абсолютно никаких конкретных сведений, и высказанных намерений о встрече Трампа с Путиным. Об этом никто ничего не говорил, абсолютно ничего конкретного. Так что мы здесь можем строить некие совершенно воздушные замки. Это не будет рассуждением. Второе. Кремлем было высказано в достаточно абстрактной форме заявление, что в том случае, если другие страны, имелось в виду Великобритания, Франция, Германия, насчет Америки что-то не прозвучало, поставят свои сравнительно дальнобойные ракеты и дадут право Украине бить этими ракетами по территории России, то Россия сочтет эти страны участвующими в войне и будет рассматривать некие объекты на их территории как свои законные цели. Ничего более конкретного сказано совершенно не было. Рассматривать можно все, что угодно. Рассматривать так и рассматривать сяк. Рассматривать как цели не означает наносить удары. Пока это означает очередную угрозу. Не более чем. А что и когда будет дальше сказать сейчас очень трудно, потому что Путин если делать выводы из всего что происходит в Европе в Украине и в России Путин с глубоким презрением относится к так называемым европейским лидерам и я разделяю это презрение. Это не лидеры. Это строго говоря отбросы политических абортов. Это политиканы которые захватили власть путем политически разрешенных мошенничеств подтасовок фальсификаций потоков лжи и так далее и так далее это то что называется пост демократия то есть декорации демократии сохранились а на самом деле власть узурпирована на западе политиканствующими элитами каковы придерживаются взглядов и такого глобал социализма и антинародного антинационального антигосударственного по отношению к своим государствам и так далее и так далее ни на какие решительные шаги и действия вся эта шваль простите великодушно не способна так что Путин имеет полное право их презирать с Соединенными Штатами ситуация сложнее потому что Трамп это не тот человек который позволит пренебрежительно относиться к себе вместо команды идиотов всех мастей и сортов которую собрал в качестве правительства Байден то в принципе это худшее президентство и худшее правительство я не знаю за сколько последних десятилетий это нечто абсолютно ужасное несмотря на то что основная масса и русских оппозиционно-либеральных блогеров и украинских говорила какой хороший Байден какой плохой Трамп это отдельный совершенно разговор мы говорим сейчас не об этом мы говорим о том что разумеется Трампа интересует прежде всего положение Америки он избирался в президенты не для того чтобы спасать Украину а для того чтобы спасать Соединенные Штаты во-первых нужно исходить как раз из этого второе в плане международной международной обстановки проще всего решить вопрос на Ближнем Востоке а это одна из задач стоящих перед Соединенными Штатами и нужно рассматривать их все для того чтобы понять на каком месте стоит Украина какое место она вообще занимает во всей этой большой игре достаточно наложить жесткие санкции на Иран и все эти безобразия на Ближнем Востоке закончатся сами собой достаточно обрезать помощь арабскому терроризму будь то в секторе Газа будь то Хизбала в Ливане будь то где бы то ни было и они перестанут быть головорезами потому что их никто не будет кормить и вооружать достаточно перестать содержать 20 тысяч мерзавцев за счет организации объединенных наций которые называются комитетом комиссии по помощи палестинским беженцам всем остальным во всем мире помогают 5 тысяч а палестинским исключительно нескольким миллионам номинально 20 тысяч вся эта белиберда является причиной нынешней войны на Ближнем Востоке второе что касается всего евразийского материка то здесь главная проблема это безусловно Китай и с Китаем проблема будет решаться потому что это неравная абсолютно неравновесная несправедливая таможенная ситуация когда торговля между Китаем и Америкой идет в минус Америке в плюс Китаю если мы возьмем пошлины это продолжающееся воровство технологий Китая это фирмы которые уводят производство в Китай вследствие соответствующей налоговой политики в Соединенных Штатах все это будет меняться с этим связана проблема Тайваня а Тайвань это позволить Китаю делать абсолютно все что мы забыли рассудиться сегодня Тайваня завтра неизвестно это что Япония или Южная Корея а дальше это гневный прыщ под названием Тим Чен Ин который держится исключительно на поддержке Китая и мягком покровительстве России сам по себе он ничто они бы давно сдохли от голода с этой политикой они в принципе они находятся на грани истощения в Северной Корее один толстый человек великий маршал Тим Чен Ин все остальные толщиной с палец примерно это легко видно на любой хронике и вот в рамках этого всего огромная турецкая проблема потому что Турция с одной стороны хочет быть Европой а с другой стороны не совсем Европа с одной стороны она НАТО а с другой стороны у нее большие противоречия имеются с руководством НАТО этот вопрос тоже требуется решать потому что Турция претендует на лидерство в своем регионе и неизвестно что дальше во главе с таким лидером крутым можно сказать как Эрдоган из этого будет и вот здесь вот если встать на место на позицию президента Соединенных Штатов выходов есть два простых выход первый дать столько оружия чтобы Украина продолжала воевать то есть вот столько сколько давалось продолжение байденовской политики чем была бы Камала Харрис потому что Камала Харрис абсолютно несамостоятельная была фигура это абсолютно марионетка ширма той же группы Обама Клинтона и так далее и так далее это еще четыре года и Украина истекла бы кровью окончательно за эти четыре года и была бы вынуждена капитулировать по факту капитуляция могла бы называться перемирием соглашением как угодно но по факту это была бы капитуляция потому что воевать было бы не тем просто-напросто так вот это первый вариант второй вариант дать оружие столько чтобы это оружие полетело на Москву на Петербург и так далее и так далее это попахивает реально мировой войной в привычной для нас форме но элементарно возможно с выходом на обмен ядерными ударами с этого быть может и то вряд ли может получить какой-то интерес Украина но после нанесения нескольких ядерных ударов интерес превращается в один сплошной минус для Украины в первую очередь вариант следующий это заморозка конфликта на том месте на котором есть потому что ситуация сегодняшняя сложилась благодаря замечательной политике правительства президента Байдена это их договорняк относительно ладно если Путин оторвет по-быстрому чего-то то пусть отрывает этот договорняк давно уже ни для кого не секрет это та самая капельная пипеточная помощь для того чтобы как можно больше сражаться не проигрывая и не побеждая и вот теперь Трамп должен так или иначе решать эту ситуацию при Трампе не было ничего подобного в Черном море дежурили американские корабли Украина получала летальное оружие и Путин сидел тихо напасть не решаясь зная прекрасно что вот от этого можно ожидать всего а всего на свою голову Путин получать естественно не хотел так что что будет сегодня сказать невозможно потому что как отметили уже несколько умных людей а почему это Байден вдруг сейчас решил дать атакам в своей Украине и другие зашевелились а почему же не два года назад почему собственно а вот потому что сейчас придет Трамп вот пускай этот негодяй который мешает мировому политическому истеблишменту устраивать глобальный социализм во главе с олигархами вот пускай он разгребает а мы будем лить на него грязь потому что уже сейчас ставится вопрос ну и что может сделать ваш Трамп а что вы все сволочи говорили три года подряд когда очаровательное байденовское правительство втягивало вас в эту ситуацию провоцируя гибель сотен тысяч человек молчали Байден прекрасный так что сейчас к сожалению как обычно народ будет платить за глупость и сволочизм сильных мира сего и их агитатором за ту лживую мерзость которую изливало подавляющее большинство блогеров и журналистов и мировых и американских и украинских за всех тех кто воровал деньги с этой помощью и не хотел и Ленд-Лиза потому что с Ленд-Лиза практически невозможно украсть потому что тебе идут транспорты с оружием и боеприпасами а вот что касается помощи здесь можно воровать миллионами вот понимаете и вся недолго и с них никто не спрашивает с них до сих пор никто не спрашивает я по простому полагаю что если Украина не перевешает нет ну нет вешать нельзя что это такое это метафора ни в коем случае хотя это было бы абсолютно правильно не пересажает пожизненно с конфискацией всех своих обер воров это Украине будет не на кого жаловаться потому что это люди которые продавали родину во время войны это очень просто понимаете вот и все почему начинается опять же накат на Илона Маска он такой он сякой потому что он собирается провести аудит по всем средствам выделенным в помощи Украине куда девались на что использовали а массы людей не хочет этого аудита потому что сильно жареным запахнет вот все это надо бы учитывать надо бы учитывать еще одну вещь что Ельцин который был главный мерзавец относительно Беловежского сговора 90 стало быть первого года что Кравчук что Шушкевич думали только об одном стать начальниками своих теперь независимых стран больше они не думали ни о чем насколько мне известно неизвестно далеко не все разумеется но даже вопроса не вставало ребята давайте создадим согласительные комиссии из историков этнографов политологов географов культурологов которые будут работать скажем в течение двух лет и которые установят естественные границы между новыми государствами потому что границы между советскими республиками внутри союза были сугубо протокольными и не имели никакого значения это была единая империя которая управлялась из Москвы а в республиках сидели только наместники которые исполняли волю Москвы и дело с концом потому что границы проведенные внутри советского союза не соответствовали разумеется историческим границам после того как в девяносто первом году договор был подписан эти границы стали общепризнанными имеющим полную юридическую силу и так далее и так далее и так далее Россия их неоднократно подтверждала а потом перестала подтверждать после Майдана все было ничего но вот уже Майдан замахнуться на законную власть замахнуться наставленника Кремля и так далее и так далее тогда Россия стала отбирать и настроения были в России необнозначные потому что лично я в России не встречал ни одного человека я говорю о времени до до ноября декабря 13-го года до Майдана который полагал бы что Крым это украинская территория я повторяю это мнение в среде русского народа любых сословий возрастов образования и так далее до Майдана потому что тогда ситуация сменилась потому что в России уже установилась несменяемая авторитарная власть а Украина сделала рывок к свободе революции достоинства так вот что касается этих территорий речь о их возврате сегодня очень проблематично очень потому что Украина не знает как их можно вернуть сама вернуть Украине не может так называемая мировая общественность возвращать их Украине за свой счет не будет такова горестная противная реальность вот теперь и надо думать на какой падать вариант и что из этого делать я абсолютно понимаю и разделяю благородные чувства украинского народа что своей земли мы не отдадим ни пяде и так далее воля воля кули сил не в проворот не отдадим это как вот не согласимся отдать не подпишем что из этого следует Путин будет воевать сколько угодно он заменит свое население вместо славян России будут населять мусульмане из Средней Азии элементарно с ними будет проще управляться феодальное государство понимаете он перебьет кучу народу он переведет все на военное положение он закроет границы намертво и навсегда это будет абсолютно сталинского типа режим только там хоть была цель построения социализма и желательно во всем мире а здесь не будет никакой цели кроме сохранения своей власти это очень жестокая история в результате таких войн в такой стадии развития все империи в мировой истории рушились и подобные войны ускоряли крушение и развал империи для этого достаточно ну немного все-таки знать историю но это не значит что диктаторов можно переупрямить потому что человек думает не головой человек думает инстинктами а инстинкты это настоять на своем быть главным бояться значит уважают и вообще делать самое большое на кто-то способен создать не способен знаешь что-нибудь разруши отбери мне не нравится сегодня ситуация в этом плане хотя она лучше чем если бы была Камала Харрис Михаил Юрьевич продолжая вашу мысль президент Зеленский сказал что он очень рассчитывает завершить войну дипломатическим путем в 25 году это первый тезис и второй он считает что администрация Трампа и при ней война завершится быстрее и тогда задам вам вопрос сейчас Ройтерс огромное количество медиа даже источники в Кремле сообщают что Путин готов к переговорам но тут главный вопрос как вы считаете какие могут быть переговоры при участии каких стран Саудовская Аравия Швейцария Турция и что означает для Украины и для России и для всего мира завершение войны дипломатическим путем значит следует понимать что дипломаты ничего не решают все решает сила это может быть жесткая сила или мягкая сила это может быть военное давление экономическое давление идеологическое давление но сила решает все дипломаты только оформляют создавшиеся силой противостоянием сил положение вещей таким образом никаких решений дипломаты предложить не могут дипломаты могут припираться на тему которая и так всем будет ясна и правда дипломаты как правило обладают какой-то информацией закрытой от народов своих стран ну да конечно так оно и принято так что здесь что значит дипломатическим путем эти совершенно бессмысленные приводящие в беженство лицемерные разговоры последних десятилетий мы взываем чтобы они сели за стол переговоров это надо решить политическим путем это то есть это все совершенно наглое пустословие которое на самом деле переводить и понимать надо так мы ни хрена не делаем и делать не собираемся но нам нравится наше положение наши зарплаты наш статус и льготы и мы будем делать все чтобы остаться в своем статусе для этого мы произносим всякие удобные подобающие слова которые работают на укрепление нашего статуса остальное нас не волнует это называется решать дипломатическим путем ничего не решается дипломатическим путем это все ерунда вот это значит первое второе это должно кончиться при Трампе когда это кончится как это кончится и чем это кончится сказать сегодня невозможно потому что если рассуждать жестко и цинично реалистически а политика вещь абсолютно циничная мораль там не ночевала это голые расчеты голые соотношения сил и возможностей то это заморозка ситуации в нынешнем положении в той или иной форме договор и в этот договор включается нейтральный статус Украины чтобы не приведи Боже она не вошла в НАТО и не имела никакой юридически обеспеченной обоснованной военной защиты со стороны других стран вот вот собственные все условия условия плоти условия очень плохие вот как-то такая вот представляется мне история думать об этом надо было раньше когда негодяи из Белого дома запрещали наступать в удобные для наступления моменты так и не давали авиацию не закрыли небо над Украиной несли совершенно наглые отговорки что да через полгода через год через полтора года мы поставим 30 танков чтобы им на голову встали эти 30 танков тоже не количество все это совершеннейшие отговорки и огромная сфера пустоболтов которая поддакивала вот что теперь а теперь что сделает Трамп то есть наворотили гору простите великодушно скажем мягко навоза а теперь говорят ну и что теперь сделает Трамп а вы еще нагадьте на эту кучу понимаете плохое положение плохое Михаил чтобы завершить тему большой геополитики дальше я бы хотела поговорить с вами о ситуации внутри Кремля потому что там есть определенная инсайдерская информация что бы хотела у вас спросить во-первых Россия пугает ударом межконтинентальной баллистической ракеты по Яворийскому полигону по правительственному кварталу и не только далее некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие от которого Украина отказалась после распада Советского Союза мы видим как Путин подымает градус эскалации очень сильно удары баллистическая ракета поражен Южмаш Орешник новая разработки которые они произвели которые они демонстрируют в ближайшие дни и вчера я так понимаю это будет достаточно на какой-то период времени это все делает Путин для чего с какой целью это будет продолжаться до 20 января и как на это все отреагирует Запад США и страны НАТО на вот эти действия России страны НАТО не отреагируют никак Мюнхенское соглашение 1938 до Мюнхенского соглашения ладно оно было во многом справедливо это было восстановление статус-кво по сравнению с Версалем 1919 года который ограбил Германию и в стране зародился дух такого реванша у людей нищих оскорбленных и униженных это было абсолютно естественно но за этим последовала сдача всей Чехословакии и никто не шевельнулся таким образом сейчас пахнет очередным вариантом Мюнхена и 100 лет не прошло смотрите 38 24 еще у нас целых 14 лет до 100 не хватает до Мюнхена то есть политики задают вопрос друг другу и своим правительствам готовы ли мы готовы ли вы чтобы наши города подверглись ядерным ударам а наши ребята десятками и сотни тысяч гибли на полях Украины ради того чтобы вписаться за Украину в этой истории разорим ли мы свои страны разорим ли мы Европу ответ вот без дипломатических уверток да хрен с ней с этой Украиной что нам больше всех надо то есть я сейчас выражаюсь чудовищно цинично и я не за себя я за них сейчас пытаюсь мыслить а образ мысли у них именно такой будьте уверены это ребят простые они продадут кости родной матери если нужно будет для удобства их положение у них святого за душой нет абсолютно ничего кроме политкорректной лжи вот это это что касается Европы Европа накрылась медным тазом я писал об этом 20 лет назад но мало ли кто что писал люди слышат то что хотят слышать видят то что хотят видеть Соединенными Штатами с командой Трампа история абсолютно иная потому что ну в России потом в Советском Союзе антиамериканизм нагонялся так знаете вот основательно просто старательно просто надувался на Америка наш враг наш враг Америка сколько десятков миллионов людей в России спасла Америка от голодной смерти это не считается сколько работали работяги в Америке и сколько шло псу под хвост из-за кретинской организации труда прославленной российской это не считается наш враг Америка так отстаньте от Америки изобретите свой компьютер свой интернет свой ютуб а то сидят как туземцы в деревне пользуясь всем чужим своего нет ничего есть только оружие все технологии краденые то есть понимаете военная разведка она только ведь и занималась и занимается кражей военных секретов в этом давно уже нет понимаете никаких секретов так вот что касается Америки там еще полно идеалистов с сознанием своей миссии установления власти народа вот как-то вы знаете про французскую революцию про наполеоновские войны у нас знают немного больше хотя ни хрена не знают об этом знаменитом декрете мир хижином война дворца чего это короли всполошились в те времена потому что земля на которой ступил сапог революция солдат революционной армии франции навсегда освобождается от тирании королей и все это самовластия короны которых подут к их ногам вместе с их головами и власть переходит на роду королям не понравилось совершенно естественно так вот сначала это все было сделано в Соединенных Штатах Америки это было раньше чем произошла Великая Французская революция раньше 89-го года раньше зал для игры в мяч раньше взятие Бастилии такая вот история вот такие идеалисты в Соединенных Штатах уже есть которые полагают что народы должны управлять своими государствами что не должно быть узурпаторов и нынешняя мразь разных мастей в основном называющие себя демократами хотя на самом деле это социалисты а социалисты братья фашистов это одно направление они пытаются навешивать ярлык фашиста на Трампа потому что это самое простое вор кричит держи вора то есть это они которые установили жестокую языковую цензуру и так далее и так далее которые поставили идеологию выше науки это они на самом деле подпадают под определение фашизма объясняют что это Трамп это вот Америка она покуда еще этого не потерпит если бы не приведи Бог ребята в этом году проиграли вот это пожалуй можно было бы уже гасить свет но они все-таки хорошо подготовились и выиграли в этом году на этот раз вот мошенничеством и воробством отобрать и украсть выборы не удалось так вот вопрос то есть значит что предпримет Америка в том случае если американская внешняя политика займет Китай таким образом что Китаю не будет выгоды помогать России а будет выгода сотрудничать с Америкой на условиях прекращения помощи России что в принципе возможно положение России ослабнет тем самым положение Украины улучшится если товарищу Ким Чен Ыну напомнят кое-что кто он такой почему он живет и товарищ Ким Чен Ын подумает что ему выгоднее вести себя несколько иначе потому что если большой китайский брат договорился Россия это всегда кинет понимаете потому что не все корейцы прямо скажем идиоты даже северные в принципе народ весьма интеллектуальный вот в этом случае положение Кореи увеличится то есть положение Украины увеличится положение Украины зависит от того что будет с Ираном что будет с Китаем что будет с Северной Кореей и в результате что будет с Россией а изменить это положение могут только Соединенные Штаты и уж конечно не при пролетевшей мимо Камале Харрис а при Трампе что он сможет сделать сегодня сказать нельзя потому что все это чудовищно трудно потому что байденовское правительство условно называем байденским сумело развалить страну и мир в огромной степени это правительство негодяев и идиотов никак иначе негодяев и идиотов и все те кто его защищал это наемники и подпевалы негодяев и идиотов никак иначе фамилии сейчас называть не буду вы их всех знаете такая вот история если копнуть их биографии боже мой да там клеймо стоит нигде хотя некоторые идиоты бескорыстные а что а вот тоже последняя ремарка по трампу его сын джуниор трамп джуниор значит написал твит по моему после того как байден разрешил бить атакамцами по территории россии что это чудовищное решение означает ли это что в принципе он таким образом публично высказал мнение дональда трампа разумеется нет означает ли то что хантер байден наркоман взяточник и так далее означает ли это что такова была политика старика байдена в большой мере потому что взятки некоторые проходили исключительно через руки хантера байдена я не ни от одного украинского журналиста или блогера я не слышал означает ли поведение хантера байдена что джок байден взяточник двор и мерзавец и лжец ни в коем случае имеется юноша который имеет вот такое свое мнение заметьте как промываются мозги юным в Америке это совершеннейшее нечто то есть прикладываются все усилия чтобы сделать из них политкорректных идиотов понимаете ведь отрицается истина говоря что истины нету они все относительны все равноправны отрицается наука потому что если наука утверждает нечто что не совпадает с идеологией это называется например научный расизм что значит научный расизм значит это наука и опровергнуть невозможно но выводы идеологически плохие тут понимаете понимаете товарищи большевиков они никуда не ушли 1918 49 годов такая история так что на все на это наплевать и забыть это не имеет ни малейшего значения уважаемую аудитория очень просим вас пожалуйста поставьте лайк этому видео подпишитесь на авторский youtube канал Михаила Юрьевича Веллера подпишитесь на мой youtube канал Даша Счастливая благодарю вас за то что вы смотрите нас в комментариях напишите несколько теплых слов Михаила Юрьевича за его безусловно блестящий анализ напишите в комментариях откуда вы нас смотрите с какого города и с какой страны и несколько теплых слов в поддержку Украины one and only известный писатель выдающийся исторический писатель Михаила Юрьевича Веллера Михаила Юрьевича благодарю вас и традиционно очень надеюсь что мы с вами обязательно еще запишем интернет дорогая Дашенька большое спасибо очень приятно было с вами разговаривать хотя разговаривал как обычно больше я а вы только коротко спрашивали а потом долго слушали большое спасибо всем кто слушал нас спасибо вам большое спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры